В штаб-квартире Российского военно-исторического общества в Москве состоялся круглый стол, посвященный 250-летию воссоединения белорусского народа с Россией. В мероприятии приняли участие члены научного совета Российского военно-исторического общества, известные историки и общественные деятели. Были и представители Тверской области. Один из основных обсуждаемых вопросов непосредственно связан с историей Верхневолжья. В ходе круглого стола обсуждался широкий спектр вопросов, связанных с историей и трансформацией политических проектов на территории, населенной современными славянскими народами – польским, белорусским, русским, украинским. По мнению историка Сергея Юровского, воссоединение России и Белоруссии всегда было актуальным и имеет большое значение в современном мире. Сейчас, в эту минуту, Российская Федерация оказалась в международной изоляции сродни тому, как оказалась Советская Россия в первые годы советской власти, а может быть даже и серьезней. И если мы можем назвать страны, которые не поддерживают эту изоляцию, и это будет несколько десятков стран, то о настоящих дружеских и братских отношениях мы сегодня можем говорить только с одной страной. Это наше союзное государство, Республика Беларусь. Это просто исторический факт, и говорить здесь не о чем. Участник «Круглого стола», автор книги «Польский террор в Белоруссии», политолог Алексей Кочетков назвал воссоединение двух братских народов актом исторической справедливости и освобождением белорусов от колониального гнета поляков. В презентованной на «Круглом столе» книге Алексей Кочетков раскрыл истинную роль солдат армии Краева в событиях Второй мировой войны, в том числе истребления белорусов по этническому принципу. В то же время в Тверской области, в Осташковском районе, при входе в монастырь Нила Столобенская пустынь, а это известнейшая православная святыня России, установлены мемориальные плиты, на которых увековечена и героизируется память польских солдат. По данным Юровского, в 1944 году на территории СССР были интернированы военнослужащие армии Краевой. Аковцы воевали против советских партизан, убивали военнопленных, бежавших из германского плена, боролись с продвигающимися частями Красной армии. По сути, армия Краева исповедовала тоже такую ультра-националистическую, почти нацистскую версию польского национализма. Мы не можем поддерживать их память, чтить их память, в отличие от бойцов армии Людовой. Мы делаем большую разницу между теми поляками, которые сражались на стороне Красной армии, и поляками, которые сражались на стороне нацистской Германии, подчеркнул Сергей Юровский. Теперь о правовом аспекте дела. Есть решение суда о том, что эти плиты находятся у монастыря необоснованно. Они были установлены польской стороной по неизвестным правовым основаниям. И когда историки подняли вопрос, кому они принадлежат, никто своих прав не заявил. В прошлом году Тверской областной суд признал плиты бесхозяйными. В этом году плиты перешли в пользование Осташковского муниципалитета Тверской области. Теперь стоит вопрос, что с ними делать дальше. Историки и многие представители общественности полагают, что расположение этих мемориальных плит у входа в православную святыню недопустимо. Так же, как прославление нацизма, которое в России карается законом. Теперь слово за тверскими властями. Субтитры создавал DimaTorzok